Добрый вечер. Опять Аннита и Свенспилс. Пожалуйста, носите маски. Уважаем старых людей, уважаем врачей, сестричек. Если вы не думаете о себе, подумайте о других. И почете все-таки надо держать закон. Если вы живете в нашей стране, вы должны подчиняться нашим законам. Вам будет легче. Если вы агрессивны, значит у вас сидит очень большой страх. Только люди, которым страшно, становятся агрессивными. Так идите хоть в церковь, помолитесь. За себя и за других. Попробуй будьте надеть любовь к людям. Внутри у всех есть. У вас тоже, которые агрессивны. Поговорите с своими мамами. Если они уже в небесах, тоже можно поговорить. Никогда не поздно. Осознать свои ошибки и свои поступки. Сейчас такое время. Ничего нельзя скрыть. Все выходит наружу. Мы живем в старом веке, последние месяцы. Идет новый век. Это не столетие будет, но много дольше. Век любви, золотой век, век водолея. Найдите эту маленькую жилу любви, которую вы держите в себе, потому что вам страшно. Но ведь любовь побеждает все страхи, все болезни. И только все вместе мы можем стать счастливыми под одним небом, за наши прекрасные рубежи. Греческие мифы. Посмотрите на осень. Это золотая осень. Этот мир в душу держите при себе. Не бегайте по кабакам, по магазинам. Что вам нужно? Алкоголь? Сигареты? Таблетки? Читайте сказки. Греческие мифы. Это история мира. И история мира все время повторяется. Это идет по кругу, по спирали. Почитайте, если вы что-то не знаете. Время учиться. Кто такой человек? Как он себя ведет? И как и мы. Мы не ангелы. А ангелы живут в небесах. По-людски ошибаться. Но осознать свои ошибки, это тоже по-людски. Помогать слабому. Тоже по-любе. С любовью, пожалуйста. Кто-то упал, дайте руку. Не осуждайте. Вам такие права не даны. Но как без любви жить? Да, ноябрь будет трудным месяцем. Энергетика очень сильна. Значит, время не спешить. Не бегать. Но подумать, что мы должны делать для себя тоже. Чтоб наша душа не страдала. Если страдает душа, ведет время, страдает и тело. Старость тоже не болезнь. Пожалуйста, старым людям. Не надо вам. Сидите в дом, позвоните своим милым. Пусть привезут вам кушать. К врачам только если очень плохо. За рецептом, пожалуйста. Не надо ходить к врачу. Можно позвонить. И, наконец, есть капли боярышника для сердца. Есть дни, когда мы... Как будто у нас сердце бьется. Врач проверяет. Нет. Как будто давление поднимается. Как будто. Но нет. Голова вокруг идет. Ну, мы здоровы. Сядьте. Полежите. Послушайте музыку. Не надо сейчас смотреть глупые фильмы. Боевики. Посмотрите фильмы о любви. Старые фильмы. Ну, сказки, наконец-то. Вспомните свое детство. Тоже тогда родители бегали, работали. Но у них было время уложить детей спать. Хорошо в то время было спокойной ночи перед сном. Рижское телевидение был меженщ. Мы помним. А почему сейчас нету? Да, сейчас интернет. Сейчас можно кричать, орать друг на друга без имени и без фамилии. Но, знаете, Бог видит все и слышит все. И если сейчас мы будем накидаться друг на друга, эти слова действуют, идут назад. Подумайте, что вы говорите. И, главное, подумайте, что вы думаете сегодня. Вы злитесь. А что у вас не хватает? Любви. Вы хотите, чтобы другие вас любили, но вы никогда в жизни своему ребенку не сказали, я люблю тебя. Извини, не всегда я была права. Это ведь так просто. Первый шаг. Непростой. Он сложен. Сделайте первый шаг, и ваши дети, внуки придут к вам. С любовью. Время. Сейчас одному, одинокому, очень трудно. Но хоть заведите кошку. Собаку потруднее. С ней-то надо три раза в день и день гулять. Но берите из приюта. Не надо по родостям. Но у меня их восемь. И, знаете, у нас всегда весело. Они как люди. В прошлом году мы на улице, на базаре взяли кошечку старенькую, ели живую. Кто-то выбросил старую больную кошку. Даже шерсти нормальной не было. Ну, сейчас год прошел. Она уже лежит у нас на колени. Она говорит. Она смотрит в глаза. И она счастлива. И вот последние годы ее жизни она будет вместе с нами с любовью. Да она еще храбрая. Она не боится других котов. Потому что она чувствует, что мы ее любим. И те, которые дома даже ящерицы держат, они тоже их любят. Любое животное хочет любви и ласки. Любой человек хочет любви и ласки. Но сперва полюбите себя. Давайте начнемся здороваться друг с другом. Не ждать что-то плохое, а сказать что-то хорошее. Какой прекрасный день. Последний день октября. 31 октября. Интересная дата. Да, еще и полнолуние. Ну, слава Богу, что полнолуние не на всех действует. Но есть люди, на которых действуют. Ну, тем просто надо поспокойнее жить в эти дни. Ну, поспокойнее сейчас жить надо всем. И посмотрите. Сделайте ревизию своей души. И подумайте, что у вас есть и что нет. И может быть то, что нету, вам не нужно. Значит, вы богаты. У вас все есть. И если что-то очень важное вашей семье нужно, попросите Бога. Бог милый, дай людям разум и открой сердца. Людские, пожалуйста. Больше ничего не надо. Остальное будет. Подождем. В следующий год все поставит все и всех на место. На ихнее место. Подумайте, что у вас самое главное для вас, для ваших милых и для нашего государства. спасибо вам.